Доброе утро, дорогие друзья! Рад приветствовать всех, кто собрался в столь ранний час у экранов своих телевизоров. Сегодня суббота, на календаре уже 18 июля. И встречает с вами этот новый день программа «Утренний фреш». И я, ее ведущий, Павел Михно. В этом выпуске я расскажу вам, какие фильмы и передачи своим зрителям предлагает телеканал «Беларусь-4 Гомель» в эти выходные и в течение следующей недели. Не переключайтесь! Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность. Осадка в синоптике не прогнозирует. Днем столбики термометров поднимутся на 25 градусов тепла. Ветер северный скоростью до 5 метров в секунду. Сегодня в 12.00 на телеканале «Беларусь-4 Гомель» смотрите фильм «Свадебный переполох». Мало кто разбирается в любви и браке так же хорошо, как Мэри, ведь она свадебный церемонимейстер. Но ее собственная личная жизнь оставляет желать лучшего. Однажды при весьма необычных обстоятельствах Мэри знакомится со Стивом. И эта встреча заставила ее поверить в любовь. Каково же было ее разочарование, когда она узнала, что Стив должен жениться на очень богатой клиентке? Что победит в душе женщины? Разум или чувство? Трезвый расчет или любовь? Телеканал «Беларусь-4 Гомель» предлагает зрителям сериал «Принцесса цирка». В провинциальный городок приезжает цирк. И внутри этого маленького мира кипят нешуточные страсти. Завоевать сердце виртуозные гимнастки решили сразу двое братья-близнецы. В первом из них девушка увидела мужчину своей мечты и ответила ему взаимностью. Но неожиданно работа вынудила его согласиться на дальнюю и долгую командировку. А в это время его брат-близнец решает не терять времени и выдает себя за другого. Смотрите сериал в нашем эфире по будням, а также сегодня в 16.55. А вечером в эфире «Беларусь-4 Гомель» фильм «Риорита». Бывший надзиратель лагеря политзаключенных оказался на войне рядовым ефрейтором. Но он не сумел измениться в новых обстоятельствах и устроил маленький кукольный театр с наивными деревенскими людьми. А кукловодом стал он. Главный герой фильма – отец и три сына. Их мобилизовали в маленьком белорусском селе, освобожденном от оккупации в конце 44-го года. И потом они влились в армейское подразделение, успешно наступавшее на запад в начале 45-го. В одном взводе с семьей и оказался тот самый ефрейтор. Сам того не желая и пользуясь наивностью и необразованностью четырех крестьян, он затевает непростую игру. Включайте наш телеканал сегодня в 20-25. Пять туров, пятерка игроков в каждой из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в викторине «Эрудит пятерка». Ведущий Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свое лучшее качество, умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. Интрига держит зрителей и болельщиков в приятном напряжении по воскресеньям. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 12 часов 10 минут. Классный час. Детская опознавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Это первая передача в региональном телеэфире, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Авторы передачи задались целью воспитания и образования детей и юношей. Проект выполняет развивающую, образовательную и развлекательную функции. Он направлен на развитие нравственности, общечеловеческих ценностей, поддержание качественного, интеллектуального и культурного уровня молодежи. Целевая аудитория – дети от 10 до 16 лет. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье в 12.35. Если вы решите провести за просмотром фильмов и вечер воскресенья, то завтра на «Беларусь-4 Гомель» вас ожидает кинокартина «Тихая гавань». Кэти много лет страдала от жестокости мужа. Потеряв надежду на спасение, она совершила отчаянный побег и обрела тихую гавань в маленьком спокойном городке. Готова ли Кэти к новым отношениям? Способна ли вновь поверить мужчине, понять его и полюбить? Даже если речь идет о таком обаятельном человеке, как Алекс. Включайте телеканал в 20 часов 35 минут и наслаждайтесь просмотром. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управлений и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в понедельник в 19.20. Номер телефона прямого эфира – 34 00 43. Тело человека – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых беларусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» во вторник в 19.30. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев – работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Смотрите на телеканале «Беларусь-4 Гомель» по будням. Со вторника по пятницу в 2025 смотрите сериал «Боцман-чайка». В свой родной город Приморск из очередного рейса возвращается «Боцман-чайка» – холостяк и любитель женщин, немыслящий жизни без моря. Но на его беду пароходство издает приказ о том, что все холостые будут списаны на берег. Начальство ставит чайке условия. Чтобы остаться на флоте, он должен найти себе жену. И времени у него на это всего лишь две недели. Сериал «Оса. Особая следственная аналитика» – это остросюжетный сериал от создателей знаменитого следа. Он рассказывает еще об одной специальной группе, которая расследует необычное преступление. Эксперты «Осы» берутся за дело, когда кажется, что преступники не оставили за собой следа. А традиционные следственные методы только тянут время. «Оса» создана именно для таких случаев. В каждой серии эксперты распутывают преступления, показывая зрителям всю цепочку своих действий. Включите наш телеканал по будням в 18.25. Также по будням в нашем эфире сериал «Пятая стража». В городе Светлогорске работает одно небольшое, но очень странное детективное агентство. Все сотрудники этого агентства обладают уникальными способностями. Они могут раскрыть любое преступление. Им по плечу даже самая сложная задача. Смотрите на телеканале «Беларусь и Терегомин» по будням в 21.30. С понедельника частью нашей программы станет новая рубрика «Есть вопрос». В ближайших выпусках адвокаты и медиаторы расскажут о возможностях раздела совместно нажитого имущества супругов в случае расторжения брака. О разрешении спорных вопросов по договору об оказании туристических услуг, о медиации для семейных споров, а также об определении места жительства детей и установлении порядка участия в воспитании ребенка отдельно проживающего родителя. Как провести летнее время с пользой и своими идеями? На этот счет мы попросили поделиться гомельчан. В ответ услышали немало дельных советов и проверенных вариантов, что важно, практически незатратных финансово видов времяпрепровождения. Меня зовут Настя, я занимаюсь восточными танцами уже три года. В танцы я пришла случайно, но при этом с первой тренировки меня это увлекло, и я начала этим заниматься дальше. Вопреки распространенному мнению, что восточные танцы только для красоты, также этот вид спорта помогает и для здоровья. Укрепляются мышцы спины, появляется осанка, а также улучшается кровоток органов малого таза. Также восточными танцами могут заниматься не только женщины, но и мужчины. В гомеле можно также заниматься этими видами танца, так как в Белоруссии, в частности, в нашем родном городе, этот стиль все больше и больше приобретает популярность. Каждым годом открываются все новые студии, в которых каждый желающий, независимо от возраста и своего уровня навыков, может заниматься этой деятельностью. Как всегда, Новый день с вами встречали программу «Утренний фреш» и я, ее ведущий Павел Михно. Как всегда, хочу пожелать вам только хорошего настроения и улыбок окружающих вас людей. Сегодня суббота, а значит, что у многих впереди два выходных дня. Постарайтесь хорошенько отдохнуть и набраться сил на предстоящую рабочую неделю. Увидимся в понедельник на телеканале «Белорусский Тарегомель». «Белорусский Тарегомель»